всем здравствуйте сегодня навожу порядок вот такие ленточки лежат у меня в коробке и уже пришло время когда ничто невозможно достать значит я хочу чтобы эти ленточки лежали вот в этих чемоданчиках знаю что такие видео вам нравятся буду показывать и рассказывать и так для начала что в этом маленьком чемоданчике а в этом чемоданчике у меня бусы ручной работы вот такие белые из норковых носочков это из ткани внутри бусины и между ними деревянные бусины также из пушистых носочков вот с такой деревянной подвеской под черный свитер и драповый жилет вот в таких тонах я думаю некоторые видели и так все это переезжает другое место и маленький сундучок будет пустой здесь ленточки узенькие здесь ленточки правда порядок еще сохранен потому что последнее время я такими ленточками не пользовалась но вообще куда я раньше использовала ленточки атласные сейчас покажу ну конечно это вот мало что у меня осталось вот просто такое сердечко мешочек и там лаванда начатая вышивка сирень в разной технике и французские узелочки и вот именно цветочком и вот такие незамысловатые когда иголка проходит в центр ленточки вот когда-то руку набивала думаю ну а потом когда-то продолжу сделаю видео когда-то такое видео будет конечно вот сюда пошли ленточки на розочки недавно продалась сумочка бархатная может быть вы ее видели тоже вся с розочками с фермуаром так сумочку то конечно показать не могу зато могу показать ободки именно с атласных ленточек когда-то считала по моему около полусотни вот этих розочек здесь розочки побольше и поэтому количество их меньше на ободке так ну заодно уже покажу эти ободки также из атласных лент из ткани на желатининой ну а это из фоамирана это из ткани это из фоамирана и так все вот так выворачиваю просто-напросто и буду брать каждый моточек если он упакованный пускай здесь у меня будут ленточки узенькие здесь будут широкие можно закалывать булавочкой а можно заклеивать скотчем и так порядок навела все поскладывала и потом только вспомнила что где-то у меня лежит коричневая лента и не только коричневая которую я распускала и делала волосы для куклы недавно делала и чуть не забыла вот эти волосы я делала с атласной ленточки видео такое было так где вторая красавица и вторую покажем цвет немножко отличается косички прекрасные раз пошла такая свадьба и ешь последний огурец все надо показать и панталоны в том числе так значит косички не можно плести не только такие а съемные косички внучка проезжала забрала косички вот такие аналогичные которые я и сплела так ну и чтобы видео было более информативное покажу как распустить ленточку вот так вот пальчиками нашли зигзаг вот здесь его нет гладенький край вот здесь есть распустили сначала зигзаг потом убрали все вот эти осыпающиеся нити которые держались благодаря этому зигзагу и потом легко и просто распускаете ну полностью распускать не буду очень легко распускается значит на будущее я планирую что своим ватным игрушкам вот здесь я делала из ваты волосы все-таки это примитивно так а раз у меня уже есть вот смотрите так что следующая девочка может быть не у ручку буду делать следующую будет вот с такими волосами волосы будут как натуральные значит мои сундучки будут стоять ну вот на одной из полочек где стоят у меня швейные машинки ну заодно уже покажу и швейные машинки так веста зина производство точно не скажу может быть может быть конец девятнадцатого века или начало двадцатого ну больше ста лет по любому так здесь у меня джанаме здесь уже показывала сундучки здесь госшвей машина здесь подольская восьмидесятых годов да госшвей машина производство сразу после революции семнадцатого года тоже больше ста лет так зингер видно плохо сейчас покажу поближе зингеру уже сейчас я не вспомню тысяча восемьсот примерно шестидесятого что ли ли шестьдесят девятого года видео было там я рассказывала все подробно так покажу такую красавицу поближе вы знаете пока вот это показывала машинке уже передумала будут стоять сундучки в другом месте сейчас покажу где вот здесь будет стоять маленький сундучок вот здесь будет стоять маленький сундучок на сегодня все девочки до свидания спасибо что помогли навести порядок в швейной мастерской такой 've Продолжение следует...